Татарстанские фермеры получили 600 миллионов рублей господдержки. Сезон большого молока, почем оно для закупщиков и для нас, потребителей. И готовьте ваши денежки для проверки. Доходы и расходы россиян будут контролировать тотально. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. Одно личное подсобное хозяйство в Татарстане в год производит продукции в среднем на 276 тысяч рублей, подсчитали в Минсельхозе Республики. Министерство отчиталось о том, как работают малые хозяйства. Лет 20 назад только каждый 15-й фермер в Татарстане занимался животноводством. Сегодня каждый второй. В разы увеличились объемы грантов для начинающих фермеров на развитие семейных ферм. Причем шанс получить их довольно высок. Например, в этом году заявлялись на гранты 194 фермера, 135 их выиграли. Получили на всех 600 миллионов рублей господдержки. И нарастили численность поголовья практически всей их живности, кроме свиней, вдвое. Катализатором развития лично-подсобных хозяйств является и приемлемая закупочная цена на сельхозпродукцию. На молоко они сегодня составляют по республике 17,6 рублей за литр. По высокой цене закупают молоко у населения Болтасинской, Буинской, Черемшанские района. За месяц цена у них еще и даже и выросла. Впрочем, покупатели этих перемен, скорее всего, не заметили. Цены даже в сезон большого молока ниже не стали. С учетом наценок переработчиков, продавцов за неделю даже чуть подросли. По данным Татарстанстата, молоко сегодня стоит 45 рублей 40 копеек за литр, прибавило 0,4%. Настолько же подорожала сметана. Один килограмм стоит 160 рублей 21 копейку. Говядина прибавила треть процента. Один килограмм продают почти за 312 рублей. Подешевел только творог за неделю на 0,1%. 279 рублей 59 копеек за кило. Доходы и расходы россиян хотят контролировать тотально. Минэкономразвитие сейчас думает, как это сделать. Логика проста. Если человек тратит больше, чем официально зарабатывает, значит, у него есть дополнительные источники доходов, налоги с которых он не заплатил. В сумме выручка в магазинах больше, чем официальные доходы россиян. И это не состыковочка. Контролерам сразу видно. По данным Всемирного банка, четверть всех доходов россиян неучтенные. Это зарплаты в конвертах, заработки самозанятых, а на сером рынке трудится, по данным Росстата, каждый пятый работающий. При этом он официально может стоять в центре занятости на учете, получать пособие по безработице и социальные выплаты. В Татарстане в этом году эту помощь сделали более адресной. При назначении пособий стали учитывать не только доходы человека, зарплату, пенсию, но и его имущественное положение. Например, на ежемесячное пособие на ребенка уже не могут рассчитывать семьи, у которых есть яхта, снегоход, две машины или объект торговли. Выплат на проезд лишились пенсионеры, которые живут в слишком больших квартирах. У наших экспертов мы спросили, как относятся они к этой оптимизации. Современная система предоставления различных льгот, субсидий, компенсаций, она абсолютно морально устарела, она абсолютно неадекватна нынешней ситуации. Ситуации, когда люди могут одновременно иметь несколько жилых объектов. Это показатель накопленного дохода, так скажем. Поэтому, когда мы оцениваем имущество человека, мы зачастую можем сделать выводы о его доходах гораздо более точные, чем исходя из прямой декларации доходов. Если у человека условно есть три квартиры, он в трех квартирах не живет, а в двух квартирах живет кто-то другой, который либо должен за это платить, если он снимает эту квартиру, либо это родственники, которые пользуются льготами пенсионера. Ну, собственно, они тогда тоже должны за это платить. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами. До встречи.